Молодцы потребен зрозумелый механизм для реализации своих идей и инициатив. Так лечится Алексей Зайцев, молодой ученец Гомеля, который обрани делегатом 6-го Усебелорусского народного схода. С его меркованиями на контмасштабного республиканского форума ознайомилась Ганна Корольчук. Юн полный сил, энергии, метана кераванности и конструктивных идей. Под час учебы в университете Алексей Зайцев был секретаром первички БРСМ, активным отделником доброохватной народной дружины и молодежного отрада Аховы правопарадку. Зараз он физик-инженер, юрист и старший выкладчик кафедры огольной физики ГДУ имя Франциска Скарыны. В своем университете выкладает компьютерную деловую графику, основы информационных технологий. Первым у Гомеля открыл для детей гурток робототехники и протягивает работать педагогом додатковой адукации в Центре детской творчести Советского района. Пять годов за пару деленчал в республиканском конкурсе 100 идей для Беларуси. Алексей презентовал проекты по энергосбережению, экологии, медицине, а его распроцовка для агропромыслового комплекса «Хутор Мебиуса» не только перемогла на национальном споборнецстве, но и принесла сребро на международном конкурсе инноваций «Интернет плюс» у Китая. Усёг это дозволяйте его лечить годным делегатам у Себеларусского народного схода. Я являюсь делегатом от педагогического преподавательского состава ГГУ Минифранциска Скорины, также, можно сказать, от педагогического состава Центра творчества, где я работаю, и студенческой молодёжи в общем. Даже, можно сказать, идеи и представления наших более юных граждан – это школьники, учащиеся в Центрах творчества. Сейчас видно, что молодёжь очень сильно заинтересовалась именно продвижением инновационных проектов, идей своих каких-то стартапов, и в этом важно им помочь. Во-первых, это для того, чтобы их идеи остались у нас в нашей стране и реализовывались именно под нашим флагом. Наверное, для меня и для всех остальных важно это очень такое чёткое информирование о том, как можно продвинуть свою идею, как можно получить от государства гранты, к сожалению, в сегодняшнем дне не каждый знает, что можно получать от городских исполнительных властей различные материальные помощи, также от Белорусского инвестиционного фонда. И важно создать, я даже не побоюсь этого слова, государственный орган, который будет следить за развитием именно молодёжной и политики, и инновационного развития, всячески поддерживать и сохранять эти идеи, как капитал нашего государства. До речи, да и Алексея знайшла своё усаблёння. В университете он открыл автоматизованную разумную цеплицу, какую выкрыстовывает для доследований на биологичном факультете. Зараз Алексей допомагает с распрацовками школьникам и студентам и рыхтует их до отдела у конкурса «Стоидай для Беларуси». Хлопец упевненный – важно займать активную грамадзянскую позицию, в основе якой лежит патриотизм, а отзеяния у сучасной молодёжи залежит будущее краины. Он ещё раз переконався у гэтым летом, подчас послания президента Беларуси народу и национальному сходу, на яким Алексей присутничал особиста. Молодёжь сейчас имеет различные возможности показать свои мысли, рассказать о них. И есть различные органы, которые могут регулировать данные обращения и отвечать на эти вопросы. Это и общественные организации, это и БРСМ, профсоюзы. Также можно напрямую обращаться в городские исполнительные комитеты, районные комитеты. Ганна Кральчук, Игорь Марышченко, Телерадо, компания «Гомель».